Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в Центре славянских культур, Библиотеке иностранной литературы. Сегодня у нас продолжение цикла, который называется «Святые славянских стран между Востоком и Западом». Уже третья лекция из этого цикла, посвященная Святому Войтиху или Адальберту Пражескому. Сегодня у нас будет такой комбинированный вариант. Богемист-культуролог Анна Ланцева. Здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Иван! И я, сотрудник Центра славянских культур, и по совместительству тоже богемист и тоже культуролог немножко, Иван Ридель. И мы будем сегодня про Святого Войтиха так с двух сторон говорить и даже немножко петь с исполнением тех музыкальных произведений, которые, как по традиции, приписываются Святому Войтиху. Ну, пару слов должен я сказать. Да, сначала про христианизацию западнославянских народов, потому что Святой Войтих – это как раз персонаж эпохи христианизации славян. Человек, живший в X веке, он современник, можно сказать, современник крещения Польши, современник крещения Руси. При этом он принимал активное участие в этом распространении христианства в Восточной Европе. Святой Войтих, сам родом из Чехии, об этом подробно расскажет Анна, и Чехия действительно раньше многих других славянских стран встретилась с христианством. Мы знаем, что моравские братья Кирилл и Мефодий, они проповедовали в Чехии и переводили, точнее, в Моравии, на территории современной Чехии. Они проповедовали там в IX веке, переводили мугослужебные книги на славянский язык, на славянский язык. И уже с IX века можем говорить о том, что моравские земли и чешские земли, они приняли христианство. Но это не стоит понимать так однозначно. Дескать, все, все там крестились, стали сразу исполнять заповеди, и ходить каждое воскресенье в церковь, и друг друга любить по заповедям. Все-таки мы здесь должны обязательно оговорить феномен двоеверия. То есть для всех, в принципе, европейских народов, и не только европейских, в принципе, для всех народов, которые христианизируются сверху, то есть от правителя и дальше вниз, характерен феномен совмещения христианских и языческих представлений, христианских-то идеалов и во многом языческих реалий. Вот в частности в Чехии, с чем постоянно мы сталкиваемся, читая житие святого Войтиха, было распространено многоженство. Причем, по-видимому, массово это носило характер. Хотя святой Войтих жил уже через сто лет после крещения Чехии. То есть мы видим, что спустя сто лет деятелям христианского просвещения и проповеди приходилось сталкиваться с такими рудиментами язычества, которые были совсем еще и не рудиментами даже. То есть, по сути, это была превалирующая норма, с которой приходилось бороться. Святой Войтих даже в объяснении, почему он не хочет быть архиепископом Праги, он говорил, что я устал от этих развращенных нравов, от этих языческих реалий, с которыми мне постоянно приходится бороться, и меня никто не слушает. То есть, вот эти вот языческие нравы, они спустя даже сто лет в Чехии имели место. Но интересно, что, несмотря на то, что для Войтиха язычество в христианской Чехии было невыносимо, он направился к настоящим язычникам и стал им проповедовать. Дело в том, что Восточная Европа в тот период, X век, это, конечно же, далеко еще не очень христианское пространство. Мы знаем, что Русь еще не крещена, точнее, она была крещена буквально в это время. И при Войтихе польский князь Мешка принимает крещение. То есть, все это происходило буквально на его глазах. И в Восточной Европе очень много оставалось языческих племен, в частности, так называемая Пруссия. Это территория, которая сейчас находится частично в Калининградской области, частично в Польше, частично в стране Прибалтики. Вот этих вот землях жили прибалтийские племена. Наиболее известные из них Пруссы. Почему и Пруссия называлась эта территория в дальнейшем. И вот эти племена прибалтийские, они как раз были такие язычники, такие прям ядреные язычники. И мы знаем, что, в принципе, христианировать их удалось миссионерам только лишь в XIV веке, и то далеко не всех. То есть, в XV скорее, да, уже. Это процесс христианизации, пришел в какую-то такую стадию серьезную. А мы говорим сейчас про X век, еще 500 лет до христианизации Прибалтики. То есть, эти вот земли прибалтийские, эти леса и болота, населенные литовскими племенами и прусскими племенами в том числе, они все, конечно, для миссионеров представляли очень такое сложное место с реальным таким сильным язычеством. И вот Войтих направился в эти земли с целью принести крестьянскую веру до населения этих территорий. Ну, я думаю, такое небольшое вводное слово. Я сказал, а добавлю только, добавлю только, что мы говорим про X век, разделения между православием и католицизмом еще не было. То есть, это все была единая христианская церковь, и Святой Войтих, он, в принципе, проповедовал и трудился еще до разделения церквей. Но при этом почитается он в католической церкви, в православной, он не канонизирован. Мы будем сегодня о нем говорить подробно. Анна Павловна. Спасибо. И теперь я возьму слово. Действительно, наверное, нет такого святого, культ которого так широко распространен не только в славянских странах, но и в Европе, особенно в центральной ее части. Святой Войтих, монах и епископ, ученый и поэт, скромный паломник и миссионер, друг императора Священной Римской империи Аттона III и королей Центральной Европы. Наконец, уроженец Чехии, ставший национальным патроном и Чехии, и Польши, и получивший европейскую известность. Святого Войтиха очень часто называют апостолом славян. Именно он, будучи славянином по происхождению, распространял в Европе те сведения, в то время пока еще малочисленные, о славянах, как о славных мужах, последователях Кирилла Мефодиевской традиции, и вместе с тем о тех людях, которые всегда готовы на компромисс и диалог. И в этом плане Войтиха можно назвать продолжателем дела святых Кирилла и Мефодия. Хотя Войтих и не был поляком по происхождению, он стал краеугольным камнем польской истории и польской церковной организации. На месте погребения святого в Гнезно было основано первое польское епископство. А последующая встреча императора Аттона III и польского короля Болеслава Храброго у могилы святого Войтиха в Гнезно сделала Польшу значимым политическим компонентом в объединенной организации Европейские государства. Средневековые жития Войтиха приписываются бенедиктинцам Яну Конопариусу и Бруно Кверфудскому. Естественно, эти жития, как средневековые жития, написаны на латинском языке. И они сообщают нам о том, что будущий епископ Праги Войтих родился около 950 года в семье чешского князя-славника. Этот славник был князем Злечанского княжества, что находилось в городе Либице, что над речкой Цедлину. Первые письменные свидетельства о городе Либице мы находим в хронике Казьмы Пражского. Это ранняя чешская хроника. И датируется это упоминание 981 годом. Это год смерти князя-славника, основателя этой династии. В Либице позднее находилась резиденция старшего брата Войтиха Собислава, который хотел отделиться от Чехии, начал вести самостоятельную внешнюю политику, что привело к конфликту с правящей династией Пшемысловичей, которые в 995 году воспользовались отсутствием Собислава и заняли Либицкое городище, также подчинили славниковцев. Как пишет Казьма Пражский в своей хронике, это произошло, когда братья святого Войтиха и дружинники стояли, как невинные овцы на святой мессе, воспоминая церковный праздник. В некоторых источниках предполагается, что это праздник был главного патрона Чехии святого Вацла. Далее хронист, то есть Казьма Пражский, продолжает, цитирую, «Но ворвавшиеся, как хищные волки, разрушили стены замка, убили всех до одного мужчин и, поставив четырех братьев святого Войтиха с Пятимира, Поброслава, Поржея и Чеслава со всем их потомством перед алтарем, подожгли замок, окропили улицы кровью и, обрадованные жестокой добычей, радостно вернулись домой». Это событие уже Казьма Пражский называет «либецкой трагедией». После подчинения этого племенного союза зличан Либица становится сначала административным центром Чехии, а потом лишь небольшим селом, который входил в земельное владение, принадлежавшее Бендиктинскому женскому монастыру святого Иржа, тому монастырю, где находятся мощи, останки святой Людмилы Чешской, о чём мы говорили на лекции в сентябре. На месте бывшего городища Славниковцев сейчас находится памятник крепости с реконструкцией дворца и раннего костёла начала X века. Там проходят и археологические раскопки. Надо сказать, что на том же месте находится и замечательная скульптура Войтиха и его сводного брата, которого звали Радим. При рождении Войтиха его родители, славник из Шизислава, дали ребёнку имя Войтих, что означает утешение, радость воинов. То есть ему сулили стать воином. Однако в младенчестве Войтих сильно заболел. Конечно же, эти страдания были уготованы для испытания веры его родителей. Что это было за болезнь и как о итеологии, сейчас очень трудно сказать. Но по описанию автора наблюдается некоторая симптоматика. Это абдоминальные боли, а не менее конечности, состояние, которое похоже было на серьёзную инфекцию. И когда родители уже теряют силы, в момент величайшего горя они обращаются с молитвами к Богу и Деве Марии и дают обет у алтаря, что их сын будет священником. И после этого обета действительно маленький мальчик начинает выздоравливать. В некоторых источниках говорится, что святое крещение и миропомазание, а в латинской традиции это конфирмация или бирмование, Войтих принял в 11-12 лет. Его духовным наставником стал архиепископ Адальберт, имя которого Войтих впоследствии взял. И как раз под имени Адальберта Войтих известен во многих западных странах. Мало кто знает, что Адальберт, духовный отец и наставник Войтиха, благодаря историко-генетическим связям, перипетиям, неразрывно связан с Древней Русью. В 1961 году по рекомендации архиепископа Майнца Вильгельма, который был незаконно рожденным сыном императора Атона и одной знатной славянки, Адальберт был отправлен в Киев для осуществления миссии. Но по причине враждебного отношения к нему сына Ольги Святослава и части знати, он был вынужден уехать. А некоторые его спутники вообще были жестоко убиты. Это вот Адальберт, который наставник Войтиха. Который был наставником Войтиха, и имя которого Войтих впоследствии как раз-таки взял. И под этим именем именно его знают европейские народы. И вот на обратном пути из Древней Руси Войтих попадает в этот городок Либицы, в то время центра Зильчанского княжества, и крестит юного Войтиха. Крестит юного Войтиха, а также освящает вновь построенные храмы. Поскольку он был епископом, естественно, именно епископом необходимо освящать храмы. Когда Войтиху исполнилось 22 года, он был направлен на обучение в Магдебург, это Германия, где на протяжении 9 лет он учился. Ну, как указывают источники, это период 972-го, начало 982-го года. Учителем Войтиха был саксонский монах Охтрих, муж ученый и довольно-таки известный для эпохи Средневековья в Европе. Подробных сведений об обучении Войтиха в Магдебурге не сохранились. Однако святовойтихские жития нам свидетельствуют, что Войтих хорошо выучил языки. Он знал латинский язык, он знал, конечно же, немецкий и, вероятно, греческий язык. Некоторые источники говорят о том, что он хорошо выучил чешский язык, но здесь тоже можно сделать оговорку, вероятно, здесь имеется в виду то, что Войтих умел красноречиво писать и говорить. Вот эти риторские данные действительно он мог получить в этой школе Магдебурга. Возвращается домой Войтих уже после смерти своего отца-славника и возвращается в монашеском звании, в звании субдиакона. Это западная традиция так называемого помощника диакона-менистранта, что в восточной традиции является синонимом звания ипподиакона, то есть некоторые средние положения между низшим и высшим клиром. Ну и, конечно же, практически во всех источниках говорится о том, что Войтих привозит с собой в Чехию очень много книг совершенно разного характера. В 982 году происходят не менее значимые события, а именно умирает первый епископ Праги, которого звали Дитрих. Между прочим, именно об этом епископе есть сведения в хронике Казима Пражского. В частности, Казима Пражский говорил о том, как Дитрих, например, преследует славянскую традицию. В хронике написано, что Дитрих, например, сжигает славянские рукописи в монастыре святого Ежи в Праге. И вот возникает вакантное место, которое теперь займет Войтих. Безусловно, несмотря на то, что в источниках нет определенных сведений, мы можем догадываться, что на пути к епископскому чину, то есть к высшему церковному званию, Войтих сначала был рукоположен сам диакона-менистранта, а затем священника. Вот как описывает поэтическое житие Войтиха его избрание во епископа Праге. Цитирую. «Князь Болеслав и его лучшие люди, видя благочестие Войтиха, его любовь к делу не добрых дел, и надеясь, что он будет еще более благочестив в будущем, по вдохновению благодати святого духа, взяли юношу, хотя тот был очень против этого, и привели его на церковный собор, и сказали «Быть тебе нашим епископом». Конец цитаты. Это решающий выбор, этот собор, произошел недалеко от Праги, в Левом Граце, собственно, в том городе, где подвязались, построили первые храмы Людмила и Боржевой. И этот собор состоялся 19 февраля 1928 года. Вопрос, походу-то, да. Потому что возникает такой необычный момент. То есть Болеслав, он же организовал убийство родственников Войтиха, да? Да. Это же он сделал, но при этом он же его сам призывает быть епископом. Сам призывает быть епископом, да. Вот это вот такая дихотомия вместе с тем. Интересная вещь, политика церковного характера. Да. Да, она была характерна для того времени. Я сейчас как раз это объясню. Спасибо большое за вопрос. Войтих прекрасно понимал, вот он отказывается, да, от этого решения, да, быть епископом. Но отказывается, нужно полагать, по двум целям. По двум причинам. Первая причина – это духовный, его высокий аскетизм. А вторая причина, конечно, политическая. Потому что Войтих был хорошо образованным человеком для того времени. И к тому же он хорошо разбирался в политике. Он прекрасно понимал, что его ожидает. А ожидала его вражда между княжескими кланами, между славниковцами и пшемысловцами. Такая серьёзная очень вражда. Но и с другой стороны, Болеслав Храбрых хотел вот так вот перенести акцент на духовное звание. То есть переместить акцент пшемысловиц, извините, славниковцы, в духовную сферу, чтобы политическая, да, осталась уже свободна для пшемысловицы. Ну да, кстати. И другой проблемой, которая ожидала Войтиха, была двоеверие. Вот как раз то, что вы говорили в самом начале. Это двоеверие, это языческий доминант, языческий компонент, который очень давлел в обществе, несмотря на то, что на самом деле чешский народ принял христианство уже почти сто лет назад, да, в эпоху Боржевое. И вот таким образом, да, выбор Войтиха на епископскую кафедру был таким очень продуманным шагом и с политической точки зрения, и с точки зрения церковной. Епископская хиротония Войтиха состоялась на Вышеграде. На Грачанский холм Войтих ходил с опущенной головой и босиком, несмотря на восторженные приветствия толпы. В своем епископском служении Войтих проявлял аскетизм, смирение, что соответствует словам апостола Павла в его послании к евреям, особенно когда мы читаем зачало 318-е. Цитирую. «Братья, таков нам подобавший архиерей, преподобен, не злобив, бесскверен, а отлучен от грешник и высший небес бывый, то есть святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Это слова апостола Павла, и, собственно, вот этим словам как раз-таки Войтих исследовал. А помимо этого, его духовность, аскетизм, его смирение высокое, оно сочеталось с трудолюбием, и настойчивостью на пути к достижению цели. Шесть лет Войтих занимает пражскую кафедру, возводя храмы и монастыри, и борясь с языческими рудиментами. Достаточно сказать о том, что в среде священнослужителей было характерно многоженство. С этим священнослужители? Да, даже священнослужители. Собственно, именно почему они потом выступили против него. Он запрещал это многоженство. И, конечно же, ссылался на тот номаканон, который был написан архипископом Мефодием, на Солунском. И Войтих был очень щедрым, раздавал деньги бедным, обездоленным, таким образом продолжая не только завет Кирилла Мефодия, но и миссию Вацлова, и жертвовал деньги на строительство храмов и монастырей. И, конечно же, через несколько лет против него стали выступать недовольные миряне, недовольные священнослужители. И поэтому в 988 году Войтих вместе со своим двоюродным братом родимым, который всячески ему помогал, и везде за ним следовал, направляется в Рим, чтобы просить у папы римского Иоанна XV снять с него сан епископа. Но тот, конечно же, сан этот не снимает, но просто даёт ему некоторое время для духовного делания, для обдумывания. И в это время Войтих намеревается совершить путешествие в Иерусалим. В Иерусалим к самому, наверное, святому месту всего мира, там, где ступали ноги Иисуса Христа и у его матери Девы Марии, там, где находится гробница Иисуса Христа. И вот он направляется в Константинополь, там встречается с императрицей Феофанией, и она утверждает его в намерении совершить паломничество в Иерусалим, просит его святых молитву гроба Господня за неё и за её покойного мужа, императора Льва. Льва Мудрого, так он вошёл в историю. И она даёт Войтиху денег, также пурпурные ткани, серебро. И в поэтическом житии Войтиха сказано, что родим даже не мог все эти подарки унести, они у него падали по пути. А деньги, которым Войтиху дала императрица Феофани, он раздаёт даже по пути, я имею в виду Войтих, раздаёт бедным, обездоленным. Он отсылает своих слуг в Чехию, а сам одевается в простую монашескую одежду и покупает осла для паломничества. Именно так тогда насли паломничали. И всё-таки Войтих не доезжает, не дошёл, как говорится, в источниках до Святой Земли. Из святовойтихской легенды Бруно Кверфурского яствует, что Войтих останавливается в монастыре Святого Алексея и Бонифации на Вентине, в Монте-Касси, но это очень живописное место, оно находится в 20 километрах от Рима. Руководствуясь наставлениями святых отцов, братья монастыря советовала Войтиху, цитирую, «собирать плоды добродетелей в определённом месте, спасаясь молитвой и постом, ибо сказано в Псалме «на всяком месте восхвалюте о Господе». Но через несколько лет именно в этот монастырь, находящийся близ Рима, приезжает посольство от чешского князя Болеслава просить Войтиха вновь вернуться на родину и быть их пражским епископом». Следующий слайд, можно, да? А, вот, да, вот он. Вот этот, да? Вот, ага, ага. Да, приехав в Чехию, Войтих начинает особое внимание уделять монашеской жизни. Надо сказать, из монастыря в Авентине, где очень полюбили Войтиха, Войтих привозят 12 монахов, бенедиктинцев, и вот эти 12 монахов, собственно, стали краеугольным камнем монашеской жизни в Чехии. И когда Войтих основывает в предграде Праги, да, сейчас это уже Прага, тогда все-таки была такая область, основывает он Бжевновский монастырь, это 12 монахов там поселяются и становятся во главе всей братьи. Ну, а игуменом монастыря стал некий Анастасий или Аскерихус по-латински, да, который, вероятно, был связан с родом Славниковичей. Надо сказать, что именно с Войтиха в Чехии расширилась бенедиктинская традиция, ведь самыми известными монастырями в Чехии были именно бенедиктинские монастыри. Это монастырь Святого Иржика, о котором мы уже говорили, где покоятся мощи Святой Людмилы, монастырь Сазовский, основанный Прокопом, он тоже бенедиктинский, мы знаем, что он сохранял славянские традиции, и другие, в общем-то, монастыри, посвященные Святому Бенедикту или Венедикту Нурсискому, который почитается не только в западной традиции, но и в восточной. До XIII века на территории Чехии появилось более 22 бенедиктинских монастырей. Помимо Бжевновского монастыря, Войтих основывает еще монастыри в Ползне и Дубравце. На время служения Войтиха приходится расцвет литературы, гимнографии, агеографии, прежде всего, на латинском языке. Сам Войтих принимает участие в становлении агеографии в Чехии. Его перу принадлежат жития римских мучеников, святого Гонгория Никомедийского, святого Алексея Бонифации, а также проповеди о святом Алексеи. Эти книги, надо сказать, уже изданы чешскими филологами и исследователями, которые помимо непосредственно литературы веческих исследований еще занимаются переводами с латинского языка. Между тем, стоит указать, что именно в то время, когда Войтих был епископом Праги, появляются и первые легенды славянского происхождения. И, конечно же, это легенды о первых чешских святых Людмиле и Вацлаве, о которых мы говорили. То есть, по сути, культ святых Людмилы и Вацлава берет свои истоки именно с времени служения Войтиха. Регенсбургский монах Кристиан, который пишет корпус легенд о святой Людмиле и святом Вацлаве, этот монах был выходцем тоже из рода Пшемысловичей, был родственником Людмилы, он, в частности, в своем житии и страданиях святого Вацлава и Людмилы делает посвящение епископу Праге Войтиху, о чем свидетельствует предисловие к этому житию, где Кристиан обращается к Войтиху с такими словами, опять же, цитирую, вашему преосвященству, ведущему свое происхождение из того же рода, рода Пшемысловца. Конец цитаты. Тем самым, Кристиан указывает на преемственность Войтиха от матери Шизислава, преемственность от рода Пшемысловичей, от этого славного, можно сказать, святого рода, освященного и святой Людмилой, и святым Вацлавом. Получается, что Болислав и Войтих были все-таки родственники. У Войтиха мать из Пшемысловича. Из Пшемысловича. Из Пшемысловича. Из Пшемысловича. Из Пшемысловича. Вообще, Ромео и Джульетта прям получается. Два рода враждующих, но в Войтих он как бы в себе соединяет два этих... Два этих начала. Причем не просто соединяет, а умиротворяет эти начала. Вот это действительно очень интересно. И вот, если можно, следующий слайд. Так как род Славниковичей конфликтовал с чешской династией Пшемысловичей, то Войтиха часто изгоняли из страны. Войтих побывал в разных совершенно странах Европы, во Франции, в Германии, в Италии, в Венгрии. Есть свидетельство, что он крестил венгерского короля Стефана I или Иштвана. Но такое свидетельство, как говорят многие чешские исследователи, полулегендарное, но тем не менее в легендах это присутствует, то есть в житиях. Войтих считается таким образом одним из первых чешских, вообще, наверное, славянских паломников, которые посещают многие святыни, поклоняются святым местам. Вот это вот его паломническая тоже функция, она очень примечательна. Вот здесь мы видим по следам святого Войтиха. эдема во стопах святого войтеха, как раз это сделали карту-мапу чешские исследователи, и на этой карте представлены те места, где побывал Войтих. Вот вы видите от Праги, Прага, и дальше Горадец, Кралове, Горадец, и дальше, и дальше, и дальше, и в другие места. Можно следующий слайд показать уже. Приблизительно в 996-997 годах Войтих оказывается при дворе польского князя Болеслава Храброго, Болеслава I, при поддержке которого он отправляется в качестве миссионера к язычникам Пруссам. Они жили к востоку от реки Вислы, от устья Вислы, точнее даже. Собственно говоря, там он и погибает. По преданию, он был убит язычниками-лютичьими, это такое племяное объединение, в 12-й день своей миссии убит веслом. Интересно то, что умер Войтих в Великую Пятницу. В Великую Пятницу это очень примечательный, очень значимый, я бы даже сказала, для христиан день, когда вспоминается смерть. Смерть Господа нашего Иисуса Христа и в храмах выносится плащаница. То есть вот в этот очень значимый вообще для всего христианского мира день Войтих и умирает, он завершает свой путь. Это тоже очень значимо. Точное место его смерти опять же является дискуссионным вопросом, но все же большинство историков склоняется к тому месту, которое называется деревня Танкитен, нынешнее село Береговое Калининградской области. Вот мы видим, что его смерть, его мученический венец, он тоже географически связан с территорией нашей уже России. Вот здесь мы на слайде видим дверь, точнее рельеф на двери собора Дева Марии в Гнезно, Польша. Вот как о смерти святого написано в житие мученика. Это житие было переведено с латинского языка, чешским исследователем Онжеем Кроликом. Цитирую. Из толпы выбежал гневом пылающий сикка и смертоносным мечом пронзил грудь войтиха, призывая братьев сражаться изо всех сил. Как только главарь заговора нёс удар, народ собирался и наносил удар за ударом по телу, пока не излил весь свой гнев, нанося удары то тут, то там. Потом семь копий были извлечены из тела, на теле появились семь глубоких тяжёлых ран, из священных конечностей хлынула пурпурная кровь. Но он, святой войтих, подняв глаза к небу, оставался духовно неуязвимым. Затем, упав на колени в молитве, так как его добродетельные руки были связаны узами, он смиренно просил Христа простить людям это преступление. Но не закончив свою мольбу, он ушёл из этого мира. Так благочестивая душа, выходя из темницы плоти, всегда радуется вечной славе с возлюбленным Христом. Так как ярость преступников была ещё не возмещена, они разорвали мечами на части, уже бездушные части тела святого, отсекли его голову и воткнули её на острие меча. Впоследствии польский князь Болеслав I выкупает тело святого и привозит его в Гнезно. Святой Войтих был причислен к лику святых через два года папой Сервестром II. Он становится главным патроном, покровителем не только всей Польши, но и епископства в Гнезно. И здесь Гнезно первым епископом становится его брат Родим. Вот можно следующий слайд, да, где? Я хочу отметить, что Войтих считается первым польским святым, хотя он черт по происхождению, поскольку он был отправлен на миссию польским королём, и в итоге польский король его забирал у язычников, да, я забил его останки, и мощи Войтиха хранились именно в Польше, в Гнезно, то Войтих считается, почитается поляками как свой святой. В этом, собственно говоря, феномен вот этого святого, да, поэтому мы создали такую лекцию, лекцию связующую, да. Да, кстати, сегодня польский праздник, день польской независимости, у нас сегодня первый польский святой. Да, и вот здесь мы видим ватильный образ святого Войтиха, художник Яночка из Влашимии, это Чехия, эпохи Карла IV, и видим реликвари, а реликвари в соборе Дева Мария в Гнезно, то есть это польский реликвари вот такого барочного вида. По свидетельству чешского хрониста Козьмы Пражского, в 1039 году, то есть в 11 веке, мощи Войтиха в ходе польско-чешской войны были перевезены в Прагу, Житеславом I. Ну вот я употребляю слово и мощи, и останки, конечно же, мощи, это слово восточного происхождения, из греческого они переводятся как сила, а на Западе чаще всего употребляются либо останки, либо реликварий святого. Во главе чешского войска капеллан храма святого Вита нес копье чешского патрона, конечно же, святого Вацлава, о чем мы говорили на прошлой лекции, а на этом уже копье впервые висело знамя святого войтиха, привезенного из костела города Ворбчан. Так, главный чешский патрон святой Вацлав тесно связан духовными историко-культурными связанными с культом святого войтиха. И вот эта связь уже впервые, этот феномен, который сейчас указал Иван, он впервые наблюдается уже на страницах хроники Козьмы Пражского. Однако в 12 веке, в 1127 году останки святого Войтиха были чудесным образом обретены в кафедральном соборе Девы Марии Евгенезной. То есть останки как бы возвращаются на то место, куда они были положены в начале. Вот такое чудо, а на самом деле происходит на страницах многих житий. Мы вспомним про Палладиум, как он забрали в Чехию. И они снова были обретены в Гнездно. То есть они вновь возвращаются в Польшу. Такая загадка. Да, загадка вместе с тем для чехов-поляков это вопрос скажем дискуссии, спора. До сих пор чехи и поляки полагают, что именно в их стране покоятся истинные останки святого. Я думаю, стоит здесь отметить, что я с этим моментом в хрониках сталкивался, когда Братислав Первый устраивает свой поход, даже, можно сказать, набег на Польшу. Как в хрониках описывается, как чехи никого не щадили, грабили там вообще, сами чехи пишут, чешские хронисты, пишут, что они там просто творили полный разбой и совершенно безнаказанно какие-то заводеяния, но потом, когда они узнают, что тут хранятся мощи с того войтиха, они только меняются резко. И там описывается, то есть, это сложный вопрос, насколько можем доверять этим данным, а просто интересен контраст, что только что эти люди там грабили, воровали все, что видят, сколько устроили прям такой набег на соседнее государство, но когда они сталкиваются вот со святым войтихом, они меняются в своем поведении и накладывают на себя чуть-чуть, по-моему, даже недельный пост, то есть, они постятся, молятся, каются, и в итоге после этого у них получается эти мощи забрать в Чехии. Так это описывается в хрониках. Вот у меня всегда возникало вопрос, ну как же так может быть, вот только что они грабили, и тут они бац, и все поменялись. Возможно, люди смертные, люди грешные, люди больные душевно, как она говорит, священное писание, от этого мы никто, нельзя сказать, что было неуязвимо, от этого. Но когда человек видит святыню и перед ней преклоняется, это уже путь целительный. Это способно, конечно, такое столкновение внезапное со святостью, оно способно людей как-то образумить, даже таких грабительски настроено. комплектонония, то есть изменение, оно должно происходить. потом случилось загадочное событие или чудо, что эти мощи остались на месте. Может быть, из-за того, что они как раз были недостойны их забирать, в итоге в этих остался в Польше. Это интересный такой момент, это нужно обсуждать. мы должны понимать, что мы имеем дело все-таки для славян с ранним, средневековым. И для этого периода все-таки источники скудны. Если они описывают что-то, то они не всегда полностью описывают. Есть много загадок, есть много вопросов, поэтому об этом периоде тоже я полагаю, для этого периода тоже характерны свои загадки, свои вопросы. Однозначно. Десятый век. Десятый век никто не ответил еще, почему, мощи, они вернулись снова в Польшу. Но объясняют это чудом. Это понятно, потому что все средневековье было пронизано духом веры. По-другому как-то это сложно понять, если их забрали, чехи бы просто так не отдали, это точно. Тем более такого своего патрона, они что-же считают его своим. Может, они его выгнали по сути, своим поведением, но в итоге все очень ценят учителей нравственности после их смерти. А он при жизни как-то не очень любит их слов. Не из пророка. И здесь тоже в этом сказывается. А на месте смерти Войтиха в сегодняшнем Калининграде еще с 11 века датским королем Канутом Великим была возведена капелла в честь естества святого. Позже крестоносцы построили каменный храм и уже в 13 веке. А в 15 веке Калининград становится местом паломничества святому. Таким действительно сакральным место в 15 веке он становится. Впоследствии Кёнигсберг в 17 веке благодаря немецкому влиянию пруссы стали принимать протестантизм, поэтому церковь на месте гибели святого была разрушена. Но на месте костела католического поставили деревянный крест. Он весил 25 фунтов. Через 100 лет польская графиня ее фамилия Вилиппольская поставила новый чугунный крест, который осветили в 1831 году. Но крест был разрушен и разрушен советской властью, как это бывает в 1946 году. Можно сказать через год после окончания войны. И вот новая веха по отношению к жизни святого Вольтиха это 1991 год. это тысячелетие со дня смерти святого Вольтиха была такая дата очень значимая. И в этом году появилась идея установки нового креста и вместе с тем часовня встречи христиан разных конфессий католиков и православных которые почитают святого Вольтиха которые считают его своим святым и своим патроном. И новый крест был установлен лишь 23 апреля 1997 года. Извините именно в 97 году праздновалось тысячелетие со дня смерти святого. И надо сказать что в утверждении нового креста как такого памятного святого места посвященного святому Вольтиху участвовал и нынешний патриарх Кирилл. В то время он был митрополитом калининградским и смоленским. Калининградским и смоленским. И жизнь и труды святого Вольтиха на самом деле его подвигали к каким-то совершенно интересным планам. В том числе даже насколько мне известно готовилась канонизация святого Вольтиха в рамках православной церкви. но в связи с тем что чешская автокефальная церковь не дала ход этим документам то есть она должна была дать согласие она не дала согласия вот как-то все замялось и куда-то ушло в долгий ящик по-видимому. А почему она не дала согласия информации? Вы знаете вот не могу располагать совершенно точной информации насколько я знаю митрополит Христофор в то время будучи как раз таки представителем церкви поместной церкви чешских земель и Словакии он не дал не дал ходу этим документам вообще на самом деле это тоже очень событие я бы сказала кутное мрак вот но к сожалению да недавние истории но что имеем то имеем да но вот совершенно очевидно что наш патриарх он проявил особый интерес особое внимание к фигуре этого святого это мы должны конечно же указать вовы как через тысячу лет да это вот все это продолжается да а сейчас я предлагаю посмотреть анимацию ну мультик да небольшой посвященный святому войтиху и этот мультфильм создали поляки то есть мультфильм на польском языке во время мультфильма я буду переводить его на русский язык синхронным ну вы скажите когда будете готовы все да можно да святой войтих был принят польским королем Болеславом Крабром с особым торжественности епископ прибыл в Польшу с особой миссией от немецкого императора Атона он был призван окрестить языческое племя пруссов обитавшее у северных границ государства в то время войтих был уже известен в Европе так как он выступал против продажи славян в рабство в первую очередь в сопровождение рыцаря он отправился к Даньск где совершил крещение местного населения и велел спилить дуб которому поклоняясь и язычники потом отпустив рыцарей он вместе с несколькими единомышленниками отправился вглубь прусской земли в окрестности современного Эльблонга однако его проповедь была здесь принята отрицательно войтих уверенно было оставить эти земли под угрозой смерти несмотря на запрет войтих вместе со своими спутниками все же совершил литургию священной рощи тогда на них напал военный отряд предводимый местным жрецом посланец Болецлава был смертельно ранен копьем в самое сердце ему отрезали голову которую затем насадили на кол однако ночью ее похитил и отвез Болецлава первую столицу Польши один из уцелевших миссионеров вскоре Болецлав выкупил тело у пруссов заплатив за него столько серебра сколько оно весело князь распорядился похоронить его в Гнезно именно к этим мощам совершит паломничество император Атон III провозгласить его как первого польского мученика патрона покровителя Польши я Адальберт по признанию монах некогда рукоположенный в епископа ныне на меня возложена обязанность быть вашим апостолом мы прибыли к вам чтобы спасти вас дабы забыв про своих глухих идолов вы признали нашего создателя единого Бога дабы веруя в него вы имели жизнь и достигли неизреченных радостей в небесных обителях если же будет воля Божия отдать свою жизнь за веру я отдам ее вот такой небольшой фильм но вместе с тем довольно-таки содержательный он показывает нам всю жизнь святого войти кратко но и вот это последний последний такой монолог от лица войти он действительно очень эмоциональный потрясающий мне кажется это действительно очень выигрышно звучало сразу хочу сказать спасибо человеку который предложил этот фильм и вместе с тем перевел его с польского языка это Елена Владимировна Федюкина доцент кафедры славяноведения и культурологии института славянской культуры мы с вами говорили уже о том что войтих под именем Адальберта почитается во многих европейских странах его почитают и во Франции в Италии в Германии везде есть храмы соборы посвященные святому войтиху и в Венгрии где митрополитчий кафедральный храм города Истаргома вот как раз этот город Истаргом вот его храм кафедральный посвящен святой он посвящен Деве Марии и святому войтиху и в этом храме находится реликварий святого войтиха вот рука с его частицей с частицей мощей святого войтиха вот даже написано на нескольких языках мы здесь видим венгерский и английский нет не английский а французский и немецкий язык конечно же европейскую известность святой приобретает во время правления императора Тона Третьего а дальнейшему его культу способствует папа лев тот папа лев известный своим сакраментарием то есть это вот такой как бы обширный объемный бревиаре следующий слайд на иконографии святого войтиха а иконография святого войтиха в Чехии в Польше в Словакии и Венгрии имеет сходные черты ряд общих черт и войтих изображается с епископской митрой которая называется инфуля с жезлом берлей и в одной руке он может держать жезл другой рукой он благословляет а на нем надета епископская ряса который по-латински называется плювиал и на этой рясе могут изображаться геральдические знаки пражского епископства или знаки бжевновского монастыря иногда войтих изображается также в монашеской мантии нередко войтиха могут изображаться с атрибутами мученика то есть с теми атрибутами которые напоминают его мученическую смерть с веслом стрелом с копьем скульптурное изображение святого войтиха представлены в праге прежде всего надо сказать на Карловом мосту если можно вот следующий слайд вот с левой стороны изображен войтих на Карловом мосту мы видим что в руках его священное писание а с другой стороны это часть скульптурной композиции на Вацлавской площади его там уже говорили на прошлой лекции что святой Вацлав накружен четырьмя чешскими патронами среди которых конечно же выделяется войтих вот здесь мы видим он благословляет одной рукой а другой рукой держит жезл Билиберлу в 2019 году совсем недавно в соборе святого Вита была установлена установлена большая скульптура вот она у меня как раз на прошлом на предыдущем слайде здесь мы видим сидящего святого войтиха и рядом с ним его брат родим и сестра радла кстати говоря сестру радла мало где изображают здесь она изображена это давнишний проект возникает в 1932 году но годы советской власти коммунистической власти в честь СССР не дали продвинуться как-то этому проекту а вот совсем недавно он был окончательно утвержден и установлен в соборе святого Вита в 19-м году да в 2019 год он был установлен в соборе святого Вита а радла она тоже как-то а радла это его сестра делу миссионерства или сложно сказать потому что источников практически нет что родим с ним почти родим с ним везде он также называется годы энцем по-латински ну про радлу да мы очень мало знаем но надо полагать что просто автор этой идеи это вера Жакова она решила как-то расширить эту вот иконографию расширить сюжет я полагаю что скорее всего это с этим связано святой войтих был почитаем и в древней Руси вплоть до 15 века на что указывает чешский исследователь франтишек дворник он переведен на русский язык и его монография передана славяне в европейской истории и цивилизации и имя войтиха действительно встречается в русском сборнике молитву 13 века в чем говорят что действительно войтих почитался не только в латинском обряде в западном обряде но и в восточном а также его имя указано в хронографе 16 века правда западно-русской редакции в Голицко-Волонской Руси известно что русский князь Изяслав Ярославич женатый на польской княжне Гертрудзе это дочь Мешка II будучи в Польше а именно в Гнезно оставил вышитые русскими мастерицами покров очень красивый покров который действительно поляки хранят очень бережный покров был вышед для гробницы святого Войтиха однако с 15 века многие вопросы жизни и деятельности Войтиха относительно византийско-славянского вопроса в богослужении приводят к спорам и дискуссиям и вплоть до настоящего времени это происходит потому что более поздние средневековые авторы считают Войтиха врагом славянской литургии которой он на самом деле не был как мы видим так как византийское богослужение напоминало Войтиху прежде всего древнюю литургическую традицию в древнерусском памятнике 15 века сказание о русской грамоте надо сказать что вот это сказание о русской грамоте помещено и в поздней редакции повести временных лет фигура святого войтиха характеризуется как представители немецко-латинского религиозного деятеля такая характеристика войтиха тоже несообразна действительности и это утверждает русский эмигрант который долгое время прожил в Праге историк Антонин Антонин Флоровский значимые моменты из жизни войтиха убеждают нас в том что войтих был далек от католической политики прозелитизма и экспансии Либицы где родился войтих было средоточием славянского богослужения Левый Градец где собор решил сделать его епископом было тоже средоточием славянского богослужения где служил Павел Каех о котором мы говорили на прошлых лекциях монастырь святого Алексия и Бонифации на Авентине где подвязался войтих подчинялся Константинопольскому патриархату и был стартовой площадкой для подготовки духовенства в славянские страны таким образом основной целью войтиха было создание под римским началом единой религиозно-культурной общности христианства вот собственно о чем мы и говорили и доказательством славянских взглядов войтиха служит дошедшей до нас гимнографии прежде всего гимнография на славянском языке да мы говорили и о сохранившейся географии на славянском но все-таки гимнография войтиха то есть песнопения на славянском языке, они сохранились как-то лучше, сохранились, потому что их помнят, их помнят и чехи, их помнят и поляки, их поют. И прежде всего речь идёт о древнейших песнопениях «Господи, не помилуй на это, Господи, помилуй нас» и «Богородица-девица», где прослеживается западный свод старославянского языка. Крупным центром славянской письменности в Чехии был Сазовский монастырь, основанный святым Прокопом, и мы знаем, что Сазовский монастырь поддерживал тесные духовные и культурные связи с Киево-Печерской лаврой. Не исключено, что братья Сазовского монастыря подвигла Войтиха к написанию славянских песнопений. Надо сказать, что эпоха Карла IV сделала Войтиха настоящим славянским миссионером. Святого особенно почитали чешский епископ Ян IV из Дрожиц, а также архиепископ времён Карла IV Арнаштис Пардубиц. Впоследствии даже сторонники гусизма и утраквизма воспринимали святого Войтиха как защитника прежде всего славянской литургии на старославянском языке. Вот почему уже Пражский собор, церковный собор 1420 года, запретив пение на национальном чешском языке, за что ратовал Янгуз, оставляет в рамках канона богослужебного, написанной Войтихом песнопение, Господи не помилыны, и сваты Вацлави. У сваты Вацлави это более позднее произведение, которое, так сказать, основывается, берёт свои истоки у этого Войтихского гимнографического канона. Песнопения, Господи не помилыны, и богородица, и девица, исполнялись сначала во время славянского богослужения, но потом они расширяют свой ареал функционирования, и они занимают место в системе уже паралитургических, то есть вне богослужебных жанров, которые отражали общественно-религиозные и государственные тенденции той эпохи. Вот, да, здесь у нас представлен слайд с Богородицей, предыдущий слайд какой? Господи, вот этот слайд как раз нам сейчас интересен, потому что самым старшим песнопением, которое, как считается, принадлежит Перу Войтиху, является песня «Господи не помилына нас». Она пелась во время церковных и светских празднеств, паломничества на святые места, во время эпидемии и военных действий. Существуют исторические факты, подтверждающие, что уже в 1055 году это песнопение пел весь чешский народ. Также имеется свидетельство, что эта песня пелась при выборе с Пятигнева II в 1055 году. Факт того, что Войтих является автором этой песни, до сих пор научно не подтвержден, в связи с определенными объективными факторами. Но мы знаем, что Войтих писал песнопение на славянском языке во время своего пребывания в Польше. Поэтому вопросом генезиса песни «Господи не помилын мы» занимаются и польские филологи, которые находят лингвистические и музыкально-стилистические связи вот этого песнопения с другим польским песнопением «Богородица девица», тоже написанным Войтихом. В XIV веке император Карл IV, обращаясь к общеславянскому Кириллу Мефодиевскому наследию, повелел исполнять песнопение «Господи не помилуй нас» в качестве славянского тропа на латинских богослужениях. И это тоже феноменально, потому что такого другие страны не знали. И самая старшая запись текста «Господи помилуй нас» без напева, то есть без нотации, потому что напев все помнил, весь народ помнил, относится к 1380 году в рукописи, эта уже представлена. А с нотацией впервые песня записана бжевновским монахом Яном из Галишова в трактате 1397 года. И вот сейчас мы с Иваном исполним песнопение «Господи помилуй нас». Сегодня мы должны были исполнять песнопение вокальным триуммом, который называется «Славянские напевы», но в связи с причинами, по которым наш один певец не смог сегодня прийти, мы вдвоем исполним. «Господи помилуй нас» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Более восточный такой вариант. Потому что если действительно это Святой Войтих написал, то сложно себе представить из него врага восточного обряда. Но надо сказать, что польские лингвисты именно к этому склоняются. А мы не можем им не доверять, потому что, по сути дела, это песнопение написано на таком старославянском языке именно польского извода. Не чешского, а польского. Это тоже очень важно. Действительно, Богородица – это восточно-христианское наименование Девы Марии, потому что в западной транице она Дева Мария, не Богородица. И мы сейчас исполним вам песнопение Богородицы, девица. Я тогда, наверное, не буду брать микрофон, потому что здесь у меня есть сон. Передобудите. Богородица 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торzok 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 римской империи основанную на фундаменте христианской веры на завете западных отцов церкви войтих это символ духовного единства европы он соединил западной и восточно христианскую традицию неразделенной церкви христианство без традиций христианство по войтиху это не самовластие власти правительства а взаимодействие людей доброй воли войтих оказал неизгладимое влияние на сирна сильных мира сего на императора тона на стефана великого болеслава храброго на конец болеслава чешского в эпоху расцвета богатства и светской власти войтих проповедовал о преимуществу монашеской жизни христианское смирение и тщетности благ земли много благ земных поэтому верующие европейцы возлагают свои молитвы и надежды на святого войтиха который должен восстановить и в наше время утраченную гармонию христианской европы войтих мы несколько раз уже видели говорили об этом консолидировал славянские народы восточной и центральной европы и этот европейский синтез обусловлен прежде всего тем что славянские страны отдельные славянские страны будучи вписанными в систему западно-римских епархий каких-то областей они обогащали западную культуру своими преимуществами с своими ментальными особенностями и это славянское признание в рамках европы с одной стороны продолжала кирилло-мефодиевскую миссию а с другой было важным свидетельством славянского самосознания в европе это было основным аргументом который стал символом двойного паломничества папы и она второго который был поляком по происхождению в прагу и в гнездно в день как раз годовщины тысячелетнего юбилея со смерти войтиха обе гробницы посетил хочется папа ян павел второй назвал святого войтиха первым чехом с истинно европейским значением которые наряду со славянскими европейскими патронами кириллом и мефодием является основателем христианской культуры в европе прежде всего ее центральной части ну вот на этом я бы хотела завершить спасибо большое анна я прошу прощения был небольшой сбой со звуком это я искал комментарии в фейсбуке чтобы посмотреть есть ли к нам какие-то вопросы но пока не нашел вопросов поэтому меня к не будет вопрос свой личный вот вы сказали что святой войтих на пути в иерусалим приехал в константинополь но затем его путешествие закончилось что случилось то есть он там расставалось совсем немного до иерусалима словно говоря он уже большую часть пути проехал что его развернула обратном направлении но вот в частности то что пишет родим его брат опять же ссылаясь на чудо что некое случилось некое чудо и вот он развернулся это знак ему знак ему был некий знак до сих пор это не совсем понятно я обращалась к разным источником потому что вот в институте над сказать славянских культур каждый год проходит интересная конференция святая земля в славянском измерении и готовясь к одной из к одному из выступлений я смотрел разные источники но однако нет точного объяснения тому почему почему он все таки там не оказался но зато видимо до был так уготована чтобы он прикоснулся к этому богатейшему бензиктинскому наследие поистину богатейшему да то есть он направился в иерусалим оказался в итоге в риме потому что он был в константинополе то есть так его сильно пути его скорректировались скажем так вообще интересно я не знал например что он был в константинополе это для меня сегодня тоже и многое стало что она рассказала много интересного нового для себя я узнал и вот то что он взаимодействовал связать иска даже императрицей очень любопытно как любопытно как да он не попал святую землю однако бензиктинский монастырь как мы уже было говорили он зависел от константинопольской патриархии вот да в том числе это тоже есть очень и очень интересная сего как врага константинопольской церкви ну к сожалению да к сожалению у нас бытует мнение это особенно среди православных христиан не всех конечно не всех что бенедиктинский вообще устав бенедиктинский монастыри они связаны прежде всего с такими католическим устоями но это на самом деле не так это не так ну да святой бенедикт или венедикт он задолго до разделения церкви еще до установил свой устав своими стопы из его устав конечно же во многом позировался на правилах первого пустоножителя антони великого это это тоже является фактом да это же одна из тиснейших областей связи между восточных и западной церкви что монашество то пришло с востока на запад конечно конечно да и и например великий святой один из первых монах на западе это иоанн кассиан римлянин и он был иоанн кассиан до его звали сам опять же был грех на был грех по происхождению и основал один из первых монастырь в италии и он был современник блаженного августина это 5 век и вот его очень почитаю очень почитают как раз вот в этом монастыре святых бендикта и алексея дал монте-кассиан где подвязался и святой войтих это это тоже очень действительно знаковая фигура спасибо большое что вы вспомнили хотя не славянин дамы сейчас уже немножко расширили нашел но это вот и это некая связь связь славянство с западным миром но там вообще всего этого европейского мира все этой европейской цивилизации как она друг с другом переплетена было и в то время и в наши дни эта связь тоже часто люди хотят разделить поставить границы там что вот это наше это вашей тыс они лезьте а по сути все все но переплетается всю историю возьми да да всегда все друг на друга влияли вот мы сегодня сказали сколько раз там этот польский князь этот чешский князь этот русский князь все друг другу братья там двоюродные троюродные все друг другом взаимодействуют и не такого чтобы там все разделены и каждый по-своему в своих границах сидит никогда это действительно так и мы действительно должны видеть вот эти связи наблюдать и наверное продолжать их не разделяться наоборот вспоминать свои предков то как то как они это делали вот появился у нас вопрос фейсбуке исполняется ли в чехии сейчас гимн святого войтиха я так думаю свадьбины помилуй него загиба свадению помилуй но это самый распространенный гимн если угодно песни или молитва но если рассматривать господине помилуйные как богослужебную молитву который исполняется на естественно богослужениях то она получила свое развитие как в рамках католической церкви до в рамках мессы так и православной православные и использую ее исполняют после причастного стиха то есть поется какой-то причастность их затем аллилуйя три раза и после этого не исполняют господине помилуй или сваты ваться вот это вот самые пожалуй объединяющие песнопение и любимые всеми чехами песнопение да какой интересный момент что как бы с одной стороны формально мы не признаем 100 войтиха пока что святым православной церкви на но при этом мы видим что в 15 веке многие его почитали до 15 века на сказали что россию его имя даже было в святых я так понимаю да то есть надо было так ребенка своего 13 века и он и это имя действительно средствах находился это очень любопытно и при этом его составлены им по-видимому споры есть конечно но по большей части мы можем быть скорее склонны согласиться с тем что он составил эти песнопения они исполняются как католиками так и православными и светскими людьми тоже они исполняются да как национальный является такой объединительной тенденции духовно-культурные сказал исторически обусловленный удивительная миссия этого человека на объединить себе два народа как минимум чехи чехов и поляков да и при этом два направления христианства до католичества и православия он показывает что иван я бы не стала говорить католичество и православие я бы сказала западные традиционные традиции и восточные потому что действительно эту фигуру нельзя называть как объединителя католиков и православных в то время даже об этом еще конечно я в современном современной терминологии сказал это не всем точно его времена это все еще и слава богу не не накалилась настолько чтобы было разделение да но я про то говорю что да вот эти две традиции восточную западную эти два народа поляков и чехов и даже больше мы видим что калининград место его проповеди затем его смерти это он почти своей жизнью объединил большую часть своем до советских народов удивительный человек мне кажется сегодня лекция была у нас весьма интересная хочу сказать спасибо они спасибо спасибо нашим дорогим зрителям я наш цикл продолжается мы еще не решили кто будет следующий святой которым будем обсуждать она следите за нашими анонсами на сайте центра в нашей группе в фейсбуке но я думаю что он в декабре все-таки что-то у нас интересное должно получиться в продолжении цикла святые славянских стран между востоком и западом благодарю еще раз всем большое спасибо за то что были с нами в этот вечер по моему лекции получилось очень интересно спасибо всего доброго до свидания